Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Морис Дени «Улис и Калипсо». Улис – это латинизированная форма имени Одиссея. Морис Дени известный французский художник, творивший в первые десятилетия XX века, представитель символизма. Своими теоретическими работами мастер повлиял на зарождение влиятельных течений столетия – кубизма и абстрактного искусства. Дени родился в Нормандии, в небольшом приберзном городке. Именно образы моря стали его излюбленными. Живописец был религиозен и рассматривал свои картины как гимны «Красоте мира, созданного Богом». В 1890-х годах он вместе с Полем Сезюрье и Пьером Бонаром основал группу «Набии». Название переводится с иврита «Пророки». Художники считали собственные произведения откровениями, понимали их в качестве новых форм жизни. Стилистически эта картина написана как синтез идей, идущих еще от импрессионизма, а колористически наследует палитру символизма. Дени изображает хорошо известную историю Улиса и Калипса. На прекрасном острове жила бессмертная нимфа Калипса. Она была хозяйкой места, где кроме нее находились лишь преданные служанки. И вот однажды туда попал Одиссей. Его прибило к берегу бури. Калипса околдовала героя пением и мечтала, чтобы тот остался с нею навеки. Семь лет она держала мужчину у себя, а он думал, что пробыл с ней совсем недолго. Не чувствовал хода времени. Однажды Одиссей понял, что с момента его прибытия Калипса прошли не мгновения, а годы. Дома его ждала верная жена Пенелопа. К разочарованию и негодованию прекрасной нимфы герой пожелал вернуться. Художник живописным несредствием показывает настроение этого сюжета. Прекрасный сон без времени и тревог. Место, в котором всегда светит солнце. И чарующие звуки, музыка, любви. Но однажды Одиссей проснется, все поймет и пойдет в свои Пенелопы. Пока-пока, до свидания. Вот такое описание к работе Мариса Дени Улис и Калипса. 1905 год я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Так и хочется запеть «Ты куда, Одиссей? От жены, от детей». Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...